и какой-то заглянем может быть в какое-то будущее деревне баба моей жене сказал как бы о грядущих изменениях в деревне привет мои божественные братья и сестры вы на канале удивительная деревня окунева меня зовут дмитрий и сегодня у нас 27 сентября а это между прочим всемирный день туризма и вы понимаете что ваш покорный слуга все-таки имеет какое-то ну пусть там косвенное отношение к этой дате вот а у нас сегодня сейчас без 20 10 я утречком выбрался потому что после обеда там пасмурно непонятно какая погода будет все-таки по солнышку не лучше снимать особенно золотую осень ну а я направляюсь в вот по улице мельничная видите в сторону поляны перуна представляете я в этом сезоне ни разу с вами не ходил на поляну перуна удивительно и вот сейчас мы сходим но не по главной дороге как я всегда ходил а по ну второстепенной скажем дороге меньше вероятности встретить людей кого-то и подведем с вами раз сегодня день туризма подведем с вами итоги прошедшего сезона не знаю как там туристическое или нет как это назвать вук у него же ведь особый вид туризма я бы сказал что это эзотуризм вот есть экотуризм до экологический там а у нас эзотуризм эзотерический туризм красоты золотая осень правда для сибири это уже на исходе где-то в более южных регионах это разгар а у нас уже опадают листья но все равно еще все красиво вот смотрите вот этот дом был на продаже какое-то время на авито вот его купили и сейчас участок расширили ведь он к дороге стал примыкать идет какое-то тут строительство но вообще деревня меняется как раз вот в сторону туризма скажем так сторону туристического бизнеса можно так сказать смотрите мощная кавказец что ли ну хорош хороший ты хорош не надо на меня нападать хороший ничего себе у меня чуть инфы инсульт не произошел вот елки-палки вот смотрите вот дом этот в прошлом году его подняли крышу поставили все и оставили на этом не знаю сильно смотрю не протоптано не проезжено что-то заморозили тройку вот вот туда вот улица мельничная соединяется с зеленой а дальше там зеленая соединяется с центральной и поворот этот на поляну перна в лес ну и до береги не там это как главная дорога а мы пойдем вот сюда вот налево сразу вот слушайте ну я честно говоря очканул друзья такая машина выскочила на меня да еще с оскалом главное не не побежать не повернуться задом вот что главное у меня нож с собой вот на всякий случай такой хороший нож вот но для таких случаев может быть и нужно носить видите вот мало ли чё может случиться вот так от медведя конечно этим ножом не отобьешься но может быть от такой собаки как-то и можно красивая дорожка конец сентября друзья природа потихоньку готовится ко сну потихонечку у меня в этот период всегда такая светлая груз я уже не раз говорил про это на солнышко скрылась уже за тучками вот видите пустырь друзья вот эти земли уже куплены как мне сказали насколько там это правда или нет но я думаю правда вроде человек сказал который в теме стоит доверять вот именно куплены какими-то людьми причастными к туризму то есть будут что-то строится какие базы отдыха или гостиные дома прервусь друзья смотрите еще у нас цветет вот василек луговой видите это в конце сентября что-то в этом году сентябрь теплый хоть первая половина дождливая была но теплый и вот даже еще осот вот этот остался на удивление так вообще он уже распушился осот вот он видите вот он уже семена его разлетаются а там еще такой кустик остался так вот деревня раз уж сегодня коль сегодня день туризма подобьем с вами итоги сезона прошедшего и какой-то какой-то заглянем может быть в какое-то будущее деревне понятно что деревня развивается в сторону туристического бизнеса именно вот бизнеса ранее это было паломничество как бы как я говорил и за туризм эзотерический туризм да но постепенно постепенно все это переваливается в сторону просто туризма конечно сюда едут как на место силы прежде всего потому что это все таки не алтай там не байкал какую-нибудь здесь не так уж и много таких красот они есть конечно но более скромные чем скажем саяны чем восточная сибирь алтай там камчатка курилы ясно здесь ни в какое сравнение не идет но все равно если здесь вложиться сюда и какую-то инфраструктуру то можно привлекать людей какой-то пиар реклама ну это как раз то о чем я говорил что деревня меняется для большинства наверное жителей это лучшую сторону потому что дает работу возможность там зарабатывать вот а для меня это не очень появляются люди совершенно не духовные много их люди случайные появляются крутые машины по деревне ерзают уже много людей которые приезжают просто сюда водки попить мясо пожарить ну как есть так есть вот за последние два года конечно деревня сильно изменилась и раз больше десятка гостиных домов уже здесь при том что 300 человек всего жителей прописано и где-то меньше двухсот дворов пара порядка 170 ну примерно плюс-минус ты столько гостиных домов еще строится сейчас новые домики ставятся заливаются фундамент то там то там и насколько я знаю что тоже в планах еще есть планы у людей которые приобрели землю планы строить гостиницы так что все идет вот по такому сценарию бизнес туризм ну а если подвести итоги моего сезона скромного то как бы ездил я более больше в этом году чем в прошлом и позапрошлом ну вообще наверно больше чем в каком-либо году количество приезжих растет гостей деревни растет вот но все равно знаете для меня этот сезон провальный так я практически половину что заработал потратил на ремонт машины машина старая 2000 года сыпется и сыпется и как ее не ремонтирую она будет потихоньку сдыхать там начало гнить уже пороги начали гнить уже дырки там в полу появляются и я понимаю что придет время когда-нибудь следующий сезон или через сезон там когда все что я заработал наверное придется отдать на капитальный ремонт там переваривать наверно красить соответственно и все это перетрушивать ее там полностью ну вот так вот я мне некоторые говорят туристы покупи новую почему-то новую не купишь новая полтора миллиона стоит я все же зарабатываю я банально проедаю до следующего сезона вот груздик видите вот тоже груздик все червивые где-то наверняка спрятались еще грузи но это надо ходить искать так что у меня сезон уже закончился ну бог не дал в сентябре несколько поездок и я уже думаю что это все вряд ли в октябре хотя были какие-то года когда я его октябре пару раз ездил но не знаю это уже ничего не решит так какой-то копейка если капнет но я буду благодарен конечно так что теперь я моя задача продержаться до июня месяца короткий конечно сезон в сибири туристически особенно у нас если где-то может быть на алтай там и зимой приезжают у нас нет не приезжают в деревню зимой туристы по крайней мере могут единичные какие-то медитаторы приезжать кому нужна тишина покой помедитировать на субботу воскресенье амичи бывает приезжают потому что некоторые гостиные дома зимой продолжают работать а мы с вами идем по бору прекрасному видите наездили здесь очень много уже наезженных дорожек таких автомобильных по лесу раньше их не было прям такие уверенные и влево вправо идут повторю много уже катается здесь людей туристы на машинах приезжают вот дорожка видите вот пошла и что интересно они не любят сыроежечка не любят ходить пешком по деревне везде на машинах некоторые прям с такой скоростью мчатся пыль столбом стоит тут хоть лежачие полицейские надо какие-то трубы закапывать потому что ну хватает короче неосознанных людей смотрю других блогеров иногда которые говорят идиотов хватает у меня что-то язык не поворачивается хотел сказать а потом ну мягче неосознанных людей а заметили я стал обращаться привет мои божественные братья и сестры ну как-то мне приятно так к вам обращаться думаю вам приятно и знаете ведь все мы божественны просто большинство из нас этого не осознает вот кто-то из нас более осознан кто-то менее но все равно мои зрители я думаю достойны такого обращения мог смотрите друзья как чудесно да мог под стилочкой где-то вот под таким ухом идешь мухом вернее идешь бугорочек раз расковырял палочкой там или ножом а там груздик хороший здесь лес здесь вот пешочком пореже ходят безусловно вы увидите это этот ролик намного позже наверно на пару недель он выйдет позже ну так уж получается у меня уже там отсняты определенные ролики вы уже их посмотрели у меня раз в неделю выходит контент не так уж просто снимать одно и то же место в деревне а мне предстоит наверно до мая там до июня только здесь снимать представляете как сложно вести канал вот здесь замкнутом пространстве из маленькой вещать из маленькой деревеньки где все занесет снегом и будет вот по этой дороге не пройдешь уже зимой настает время моих бубнилок бродилок или бродилок бубнилок как правильно бродилок бубнилок наверное когда я просто буду с вами делиться своим мироощущением будем говорить о смысле жизни может быть даже принципах бытия то есть это будет философия на природе у меня плейлист такой есть философия раньше он назывался монологи я переименовал плейлист философия на природе мне так кажется ближе к этому смысл вот мы подходим к поляне перуна очень благостное место вы знаете когда я недавно здесь был но на машине с приезжал с моим подписчиком зрителем из германии так вот он четыре дня пробыл в деревне из германии прилетел прям он русский но 30 лет уже в германии живет или больше я уж точно не помню и вот мы с ним ездили я его возил по на буханочки по разным местам достопримечательностям деревни вот мы после конопляного приехали на перуна и вот на контрасте сразу почувствовали что на конопляном энергии более жесткие может может быть более темные скажем так но это тяжело найти подходящие слова чтобы описать но если просто сказать что приехал после конопляного на перуна мы прям почувствовали что место это светлое возвышенное такое прям ух легкое такое место очень комфортное безусловно это все индивидуально у кого-то могут быть какие-то другие ассоциации другие переживания но у нас с ним вот было так сошлось вообще как я уже говорил любая поляна это вещь удивительная почему вдруг до среди леса тайги вдруг есть место на котором не растут деревья вот есть поляны с очень длинной историей которым там может быть несколько сотен лет есть поляны с короткой жизнью которая быстро зарастают любая поляна рано или поздно зарастет я думаю но какое-то время поляны живут и лес не наступает у каждого места своя особенность своя энергетика но у полян есть что-то общее это какое-то светлое такое возвышенное светлая возвышенная энергия это всегда когда ты по лесу идешь там замкнутое пространство да и ты вдруг оказываешься на открытом месте как правило на полянах цветы ягоды земляника там разнотравье какой-нибудь вот здесь в июле медовый запах жаль что я с вами здесь не был летом когда здесь много было цветов ну так получилось вот мы подходим к кумиру перуна и 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 Знаете, друзья, что касательно изменений деревни, я вам хочу сказать, что с 2009 года, это год, когда мы всей семьей приехали в Индию, мы там три месяца провели, декабрь 2009 и январь-февраль 2010, три месяца в Ашраме Сатья Сайбаб. Вот с 2009 года моя жена стала слышать Сатья Сайбабу и слышит его до сих пор, но начиная с ковидного года, с 2020, очень-очень редко. А до этих пор прям очень часто слышала, и все, что он ей говорил, ну это в медитациях, а иногда и нет, просто так даже вот мы с ней можем по лесу идти гулять, и вдруг она останавливается и говорит, вот баба сказал только что там то-то и то-то, и должно сказать все, что он ей говорил, все сбывалось. Ну там разные, иногда какие-то предсказания, иногда наставления, иногда ругал нас за что-то, иногда подбадривал в тяжелые минуты, вот. Но я когда у нее спрашивал, а как это все, как, как голос, или она говорит, это не передать словами, это вот то, что, например, она, ей падает, например, за, там, за 30 секунд, она может рассказывать, там, две минуты, то есть я так понимаю, что это как вот папка zip, например, сжатая, информация падает мгновенно, а потом она ее потом рассказывает, то есть это не голосом, ни ничего, не так вот, как может себе представить обычный человек. Я не знаю, как там другие принимают, как там ченнелинг, как там записывают что-то или нет, этого я не знаю, но вот у моей жены вот так вот. Вот, но повторю, с 20-го года очень-очень-очень редко, это с ковидного года, а особенно потом, когда еще начались вот эти события известные, в 22-м вообще, как бы это еще реже стало наслышать бабу. Ну, вот к чему я все это, лет 6 назад, где-то, примерно, это, ну, 6-7 лет назад, 5, ну, 5 вряд ли, наверное, ну, скажем так, от 5 до 7 лет назад, примерно, баба моей жене сказал, как бы, о грядущих изменениях в деревне, нашей, так сказать, в одной фразе, в одной фразе он сказал, как бы, немножко коснулся будущего нашей деревни и изменения, и изменения статуса нашей семьи в связи с этими изменениями, ну, моей семьи, меня и жены, так как в деревне мы только двое живем, дети разъехались наши. Но я не могу вам сейчас сказать эту фразу, что он сказал, не могу, по ряду причин. Но придет время, я вам скажу. Ну, а пока вот мы гуляем с вами, пошли туда в лес, дальше поляна Перуна. Поднялся ветер, шумит в кронах деревьев. Ну вот, вернулся я на поляну, и на этом, пожалуй, буду заканчивать свою бубнилку, бродилку. Если вам нравится, друзья, то, что я делаю, вы можете поддержать канал. Все реквизиты в описании к ролику, и, как всегда, благодарность всем моим зрителям, которые уже поддерживают канал. И ваша поддержка особенно нужна в зимние, в период межсезонья, так сказать, который в разы длиннее, чем сам сезон. Так как я уже практически перестал что-либо зарабатывать. И канал существует только благодаря вашей поддержке, друзья. Вот, буду двигаться в сторону дома. Ну, и подписка, лайк, комментарий, это также поддержка канала, ибо ролики продвигаются во многом благодаря взаимодействию с аудиторией. Ну, а тем, кто досмотрел ролик до конца, как всегда, я желаю добра, побольше добра, добра в жизни, добрых моментов в жизни, позитивных моментов, и бодрости духа. Даже если не все моменты будут в жизни добрыми, мы будем стараться сохранять бодрость духа, друзья. До новых встреч, увидимся в новых роликах. Пока-пока. Пока-пока.